Включил запись, окей. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня 35 занятие нашего замечательного курса. Сейчас холл Амоед праздника Песах. Что такое холл Амоед, я надеюсь, мы с вами разберем в сегодняшнем занятии, в счастье прочего. Вот, мы в последнее время берем недельную главу и на основе ее материала разбираем текст. Но поскольку в Песах читают основную неделю, не недельную главу, а специально подобранные отрывки, вот, я, пожалуй, продолжу то, чем мы занимались на прошлом занятии неделю назад. А неделю назад мы разбирали избранные отрывки из пасхальной Агады. А сегодня мы займемся терминологией, связанной с праздником Песах. И, может быть, я изменю своему правилу давать исключительно грамматику и иврит, и что-нибудь расскажу такое философско-религиозное. Вот как-то вот я чувствую, что меня тянет на это. Так, моменто, сеньоры. Где я? Что сейчас видно, дамы и господа? Видно меня? Да, благодарю. А ты должен сделать шер. Сейчас это будет. Так, чат, демонстрация экрана. Организатор отключил демонстрацию экрана участников. Это ты, да? Да. А, подожди, секунду, секунду, секунду. Да, это тоже я теперь сделал так, что это я делаю, чтобы не было хулиганства. Да, все, ты можешь делать. Так, еще раз рад видеть всех, в особенности рад видеть новичков. И, значит, была допущена маленькая ошибка, время неправильно указано. Мы по-прежнему начинаем в 20.30 по воскресеньям, если не будет каких-то изменений дополнительно объявленных. Вот, но, Натан, скажи пару слов насчет пароля. Может быть, не все в курсе. Пароль очень просто. У нас есть группа в Телеграме. В группе в Телеграме, там самая, как бы, правильная информация. И, кроме того, там все дополнительные материалы печатаются там. Окей? Значит, есть еще... Поэтому самое правильное, это войти в эту группу Телеграма. Я напечатаю здесь в чате, пожалуйста, линк, и желающие могут туда вступить. Если человек каким-либо причинам не хочет туда вступать, да, тогда правильно, на самом деле, запомнить. Этот пароль, он все время один и тот же. Линк один и тот же. Ну, альпиров, как бы, по большинству случаев у нас лекции, если они не выпадают на праздники, то они, как бы, происходят. Поэтому вы всегда можете войти и присоединиться. Но правильно, действительно, войти в группу в Телеграме. То есть, линк один и тот же, а пароль... И линк один и тот же, и пароль один и тот же. Пароль будет тот же самый. Понятно, понятно. Хорошо, так. Так, и, естественно, я прошу вас, если вам понравилось наше занятие, если вы собираетесь его кому-то рекомендовать, если вы знаете, кому было бы это еще интересно, пожалуйста, передайте информацию. Так, я нахожу информацию, которую я поставил в нашу группу на Телеграм. Вот, ее будет видно на экране. Мы будем ее разбирать постепенно. И думаю, что я ее поставлю на чат для тех, кто по ходу будет ее списывать и сохранять. Прежде всего, прежде всего, сегодня был весьма любопытный концерт, примерно на 35 минут моего старинного знакомого Виктора Шапира. И вот ссылка на запись. Вот одну песенку он даже поставил с моим участием. То есть мы вместе ее спели. Почему я рекомендую? Потому что песенки эти связаны с Песахом. Второе. Вот этот линк. Значит, второе, что я вам хотел сказать. Это любопытная информация от Ульпана Мороша, с которым я тоже сотрудничал. Вот некоторые выражения, которые тоже могут быть вам полезны. Но честно вам скажу, что сначала мне пришла идея разобрать выражения, связанные с Песахом, а потом я уже увидел вот этот их ролик. Вот слова, которые мы сейчас с вами попробуем разобрать. Итак, я ставлю в чат, так, я ставлю в чат, момент, так, я ставлю в чат две вот эти ссылки. Теперь я ставлю в чат вот те слова, которые я счел нужным. Но я прошу вас, давайте сделаем так. Так, если какие-то слова еще вы вспомните, вы можете их, меня запросить и письменно через чат, и устно включив микрофон. Но основное время я прошу микрофоны держать выключенными, потому что мешают посторонние звуки, посторонние или потусторонние. Так, видно мой экран и видно на нем вот слова, да? Так, точно. Итак, слово Песах, да? Слово Песах, которым мы сейчас называем праздник, праздник, который длится восемь дней за границей Израиля и семь дней в самом Израиле, согласно тексту Тора, согласно Хумашу. Вот, мы называем этим словом праздник, но, 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 само слово Песах в Торе обозначает нечто иное, оно обозначает пасхальную жертву. То есть, то, что мы называем корбан Песах. Корбан – это жертвоприношение, как правило, из животных. Были жертвоприношения еще из муки, например, были приношения бекурим, первенок плодов и так далее. Но корбан – это относится именно к животным и птицам. В первую очередь, корбан от слова карев, лекарев – это приближать, приносить. А слово Песах, сама Тора показывает его этимологию, слово Песах происходит от того же корня, три буквы, пей, самих, хэт, пасах. Пасах – это значит обошел, перепрыгнул. На прошлом занятии мы, собственно, об этом говорили. Прошлое занятие было посвящено в основном тексту пасхальной годы. Сейчас мы будем говорить о тех терминах, которые будут дальше, которые сейчас нам могут пригодиться. Например, как называются дни промежуточные, как называются дни праздничные и так далее. И те термины, которые используются евреями, соблюдающими их праздник Песах, поскольку они им нужны, мы это сегодня разберем. Итак, Песах – это в Торе жертвоприношение, а мы используем это как название праздника. Теперь главными символами Песаха являются два вот этих. Мы знаем, что заповеди, заповеди, которые нам всевышний еврей сказал, разделяются на группы Митсват Асе. Заповедь «делай» сформулированная так, что «делай что-то» и Митсват Лот Асе. «Не делай» мы называем повелевающими или предписывающими и запрещающими. Так вот, Матса – это предписывающая заповедь, нам заповедано есть Матсу. Что такое Матса? Все знают, а если не знают, то определение можно посмотреть из множества сайтов на русском языке. И слово «Хамец». «Хамец» – это то, что запрещено в Песах. Это заповедь, какая запрещающая? Так вот, я хочу воспользоваться случаем, обратите ваше внимание, что из трех букв, как первое слово, так и второе, у нас трех буквы Н. Так вот, из трех этих букв две повторяются. Это буква М, это буква ЦАДИ. Здесь она стоит посередине, поэтому имеет такую форму. Здесь в слове «Хамец» она последняя, поэтому она имеет форму софитную. А если мы посмотрим на буквы, которыми слова эти отличаются, буква «Эй» в слове «Матса» и буква «Хэд» в слове «Хамец», они не только относятся к одной группе, обе эти буквы гортанные, но и они очень похожи по написанию, их иногда путают. Но давайте посмотрим, внимательно рассмотрим их форму. В букве «Эй» есть выход вниз, но кроме того, есть маленький выход вверх. В букве «Хэт» выхода вверх никакого нет. Буква «Хэт» созвучна слову «Хэт», что означает «грех». Человек, совершающий грех, как бы находится внутри этой буквы, и он не может никуда идти, кроме падения. Он неизбежно снижается. Правда, спустившись, он сможет еще подняться, но для этого ему потребуются дополнительные усилия. Буква «Хэй», которая вообще-то символизирует святость, считается, что из звука этой буквы «Ха» происходят все остальные звуки. Я напоминаю вам, что в Иврите все буквы согласные, и все буквы передают согласные звуки. Гласные обозначаются другими значками. Так вот, буква «Хэй» связана со святостью. То есть, если ты очень постараешься, ты сможешь подняться, ты сможешь выбраться наружу и пойти вверх. Вот такая интересная история относительно вот этих двух символов. Теперь обратите внимание, что слово «хамец» обозначает «квастное», «квастное», но не «кислое», потому что слово «хамуц», которое происходит от того же корня, прилагательное означает всего-навсего «кислый». Но «кислое» нам разрешено, поэтому мы можем пользоваться лимоном, мы можем пользоваться, например, уксусом, на котором есть штамп Кашерла Песах, запрещено не кислое. Ло, мутар, хамуц, асур, хамец. Запрещено именно продукты брожения зерна. Какого зерна, мы сейчас тоже с вами рассмотрим. Кроме того, само слово «уксус» звучит как «хамец», «хамец», здесь выражение воврите «хамец бен яин». То есть буквально уксус, винный уксус, сделанный из вина. То есть вино испортилось, но получился уксус. Это выражение применяют, например, к человеку, родители которого были праведны, а он как-то вот не достиг их уровня. Ну, кстати говоря, напомню, что в местечках нашкинадские евреи специально за 2-3 недели до Песах в специальной пасхальной посуде заквашивали свеклу, буряк. Вот свекла, сахар и теплая вода. И, значит, из этого получался такой, ну, я так понял, что его называют свекольный квас. Конечно, он никакой не квас. Он не квасной, он разрешенный. И вот на основе этого кваса варили специальный пасхальный борщ. На идиш он называется борщ. Я, когда увидел бутылки, на которых написано ивритскими буквами, но еще и американскими тоже, слово борщ, я не мог понять, неужели борщ продают в таком виде. Но это вот именно заквашенный, закисленный, закислившийся свекольный сок. Именно для того, чтобы показать, что хамудс мутар, хамец асур. Теперь слово сэор означает закваска. Закваска. В Торе мы читаем, что запрещено не будет находиться в твоем владении и не будет виден. Там сказано про коль хамец, веколь сэор. Всякий хамец, всякое квасное и всякая закваска. Почему это так важно? Например, дрожжи сами по себе, по определению они не являются хамцом, но они тоже запрещены. А вот, например, пшеница сама по себе, мука сама по себе, они не считаются хамцом, но не следует их держать в своем владении во время Песах, чтобы они тебе принадлежали, чтобы они принадлежали еврею. Потому что и зерно, и мука могут закваситься. Какое зерно, какая мука? Давайте посмотрим. Относится это к тому, что называется хамиша миней доган. Мы говорили с вами, что из семи видов шиват хамнин, которые перечислены в книге дворин, это раздаконие, восьмая глава, восьмой стих, два являются злаками, а пять являются фруктами. Так вот, злаки там названы два. Это хита, что означает пшеница, и сеора, что означает ячмень. Обратите внимание, что слово сеора пишется через айн, а слово сеор, закваска, пишется через алиф. Они не родственные. Так вот, хита, пшеница, считается, что еще два злака являются ее разновидностями. Это шифон, шифон это рожь, ржаной хлеб это тоже хамец, и так называемый кусмин. Кусмин это на русском языке полба. Должен вам сказать, что слово полба, ну, буквально несколько лет назад, я мог честно вам признаться, я слышал только в двух источниках, в еврейской аллахе, когда говорится о вот этих хамиша минай доган, то есть пять видов злаков, и в произведении бессмертном Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о папе и работники его балде». Есть же мне давай вареную полбу. Несколько лет назад появились разновидности хлеба Израиля, которые сделаны из кусмин, из полбы, ну, можно сказать, на вкус отличаются, но не скажу, что вот прямо настолько, что я могу определить, что это хлеб не пшеничный, а именно из полбы. Так? Не следует путать кусмин с кусэмит. Кусэмит – это гречка, а кусмин – это именно полба. Дальше. Разровидностью вот этого сэура, то есть ячменя, является овес. Овес называется двумя словами шиболет шуаль. Шиболет – это буквально колос. Так? Шуаль. Я, честно говоря, не помню. Слово шуаль лисица тоже через айн пишется? Это то же самое слово? Может быть и нет? Да, вроде бы да. Я, честно говоря, не помню. Я думаю, что да. Ага. Ну вот. В общем, это овес. Теперь, чем вот эти виды злаков отличаются от других? Отличаются они тем, что мука или даже зерно вот этих видов, смешанные с водой практически в любой пропорции, в теплом месте и без движения, если его не трясти и не замешивать, заквашиваются сами. Происходит брожение именно вот такое, которое называется хамец и образуется хамец. И интересно, что мацу можно сделать только из этих видов. Да? Казалось бы, евреи настолько внимательно относятся к законам, что если есть возможность сделать мацу, которая в принципе не могла закваситься и испортиться и стать хамцом, то, ну, например, какая-нибудь кукурузная маца, то это было вообще гениальным выходом. Все согласились бы на том, что кукурузная маца гораздо лучше, потому что она просто не может испортиться. Уж какие предосторожности евреи соблюдают при изготовлении мацы, так можно всего этого избежать. Но в том-то и дело, что кроме как вот из этих видов маца не получится. Итак, маца это то, что могло бы стать хамцом, но не стало, потому что мы приложили к этому усилия. Кукурузная маца. Я слышал, что такая возможно, но с другой стороны я слышал, что это выражение вот такого хрущевского периода, что такое блюдо национальное по форме, социалистическое по содержанию маца из кукурузы. Ну вот. Еще одно слово, которое может нам пригодиться, если мы ашкенадские евреи. У ашкенадских евреев запрещено то, что называется китниот. Общий перевод китниот это крупы. Сюда относятся горечка, кукуруза, горох, фасоль и так далее. Полный перечень вы можете найти. В принципе, китниот это не хамец. И они не запрещены сами по себе. То есть, можно китниот держать в своем владении. И даже не надо их никуда прятать, как стояла банка с горохом на полке, так она может стоять. Просто ашкеназы китниот не едят. Опасение в том, что среди множества зерен гречки или даже гороха или фастоль может затесаться одно зернышко пшеницы и оно нам все испортит. Даже те сайфарадим, которым Аллаха разрешает использовать китниот, тоже покупают отдельные пакеты, например, риса, на котором стоит штамп кашер лапесах ла охлей китниот. Это кашер для тех, кому разрешается есть китниот во время Песаха. Что такое сайдер Песах? Мы с вами знаем. Значит, это определенный ритуал, когда хагадаш Песах, я, пожалуй, здесь еще одно слово вставлю, не обессудьте, если его не будет в телеграме, потому что туда я уже поставил. Значит, пасхальное сказание называется так, хагада шель песах. Не путайте вот это слово хагада со словом агада, которое означает несколько другое, хотя корень здесь тот же самый, леагид, рассказ повествования, пасхальное хагада, да, так оно называется, хагада шель песах, я помню на, значит, в еврейской библиотеке в свое время в Москве 90-е годы были выставлены несколько изданий вот этого произведения, на одном русскими буквами было написано название агада шель песах, на другом хагада шель песах, на третьем гагада шель песах, мы с вами знаем, что здесь звук агэй, звук агэй в русском языке отсутствует, вот, присутствует он в украинском языке, близкий к нему звук, но правда, там отсутствует г, хотя нет, по новейшим данным в украинском языке есть и звук г, например, слабегречий, правильно я говорю, да, есть люди с Украины, поддержат меня, так вот, агада шель песах, это пасхальное агада, ее читают во время седера, за границей Израиля два седера, в первую ночь и во вторую ночь, дальше, разберем два понятия, йом-тов, так, ага, вот, йом-тов, 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 в буквальном переводе с иврита означает хороший день, йом- это день, тоф- это хороший, да, но смысл этого, что праздник, праздничный день, праздничный день, сейчас я объясню, какие дни имеет статус йом-тов, поступил вопрос, почему заизвали три разные правила, очень хороший вопрос, я стараюсь сконцентрироваться на моей теме, моя тема иврит, но здесь я все-таки вкратце скажу, это называется на арамейском языке, близком к ивриту, то есть это сомнение относительно дня, дело в том, что до отдаленных общин за пределами Эрес Исраэль не успевали дойти сведения, какой из двух возможных дней в календаре будет являться праздничным, и поэтому было постановлено, что оба дня, на которые может выпасть, например, Песах, да, будут считаться Песахом, поэтому праздники вне Израиля удваиваются, вкратце я ответил так, более подробно вы можете найти в интернете, значит, Йонтов, Йонтов, это день, который имеет особый статус, практически это означает, что почти все, что запрещено в субботу, запрещено и в этот день, эти дни перечислены в Торе, значит, в праздник Песах таким является первый день Песах и седьмой день Песах, почему первый день Песах, это годовщина исхода из Египта, седьмой день Песах, это годовщина тоже очень важного события, Крият Ямсуф, рассечение Черманного, Крайнего моря, давайте я вам это тоже напишу, так, Ри Ат Ям Суф, так, за границей Израиля, мы с вами говорили, удваиваются эти дни, поэтому первый и второй дни Песаха являются праздничными, а седьмой и восьмой день, поэтому вне Израиля восьмой день, восьмой день это тоже праздничный, и восьмой день это тоже Песах, когда не едят хамец. В этом году первый день выпал на четверг, то есть он начался в среду вечером, седьмой день, соответственно, начинается во вторник вечером, в ближайший вторник вечером, и заканчивается он вечером в среду, а за границей два цедера, один происходил в среду вечером, другой в четверг вечером, и закончился Йом-Тов, первые два дня Песаха вечером в пятницу, и сразу перешли в шаббат, а седьмой и восьмой день, это, соответственно, будет среда, и четверг, четверг вечером закончится Песах и за границей тоже. Теперь Йом-Тов мы говорили с вами, ага, замечательно, спасибо, мы говорили с вами, что Йом-Тов это день, когда почти все субботние запреты действуют, на самом деле не совсем так, да, правильное определение было такое, это дни, которые отмечены в Торе, поэтому, даже когда мудрецы устанавливали какие-то праздники в честь, в память каких-то событий, например, Ханука, например, Курим, они не могут установить Йом-Тов. Кроме того, в Йом-Тов приносились дополнительные жертвы в Руссулинском храме, и поэтому в тени есть дополнительная молитва, которая называется Мусаф. Мусаф, давайте я это слово вам тоже добавлю, добавлю я его вот здесь. Так, Мусаф, созвучно слово Легосиф, Йосеф, что значит, что значит, да, добавочный. Кри-Ат, Ям-Суф, Ям-это море, слово Суф, Либо оно происходит от слова Сов, край, и тогда это море крайнее, либо это слово имеет собственное значение тростник, море тростниковое, по-русски оно называется Черманным морем, мы его идентифицируем как Красное море, или как рукав залив Красного моря, есть разные мнения в географии. Слово Кри-Ат с Айном, да, буквально значит разрыв, разделение. Не про нас с вами будет сказано, не дай Бог, когда близкий родственник умирает, например, делает Кри-Ат, то есть разрывает верхнюю одежду в знак траура, тем же самым словом это называется Кри-Ат. Так, слово Йом-Тов мы разобрали, буквально это значит хороший день. Интересно, что на Идиш получается такая как это называется масло-масляное тавтология, да, Агут Йом-Тов хороший день хороший, да, ну, имеется в виду это поздравление с праздником Агут Йом-Тов. Так, Йом-Тов Шэй-Ни Шэль Галу-Ёт Йом-Тов праздник, Шэй-Ни это второй, второй день праздника, Шэль признак принадлежности, Галу-Ёт от слова Галут, Галут Изгнания это диаспора, то есть второй день, второй праздничный день в диаспоре. Я показал вам, что в этом году Йом-Тов Шэй-Ни Шэль-Галу-Ёт это был четверг, который прошел, и это будет среда, нет, это будет, извините, четверг ближайший, да, это будет Йом-Тов Шэй-Ни от седьмого дня Песаха, фактически восьмой день Песаха. Теперь, а те дни, которые посередине, называются Хол-Ам-Моэд. В Израиле это начиная со второго дня вплоть до шестого, да, а вне Израиля это с третьего до шестого дня, за счет того, что второй день тоже является Йом-Тов, Йом-Тов, Шэй-Ни, да, слово Холь означает будни, Моэд это срок, но имеется в виду праздник, Хол-Ам-Моэд буквально означает будни праздника. Есть определенные законы, что можно делать в Хол-Ам-Моэд, что нельзя делать в Хол-Ам-Моэд. В частности, в Хол-Ам-Моэд стараются не делать ту работу, которую можно сделать в Польше, буквально как в русской пословице откладывай на после праздника то, что необязательно делать в Хол-Ам-Моэд. К примеру, в Хол-Ам-Моэд стараются не стирать, даже не включая стиральную машину. Но я рассудил, что поскольку сейчас в карантине многие сидят по домам и в общем это очень удобное время для самообразования. И тем более я даю эти занятия на общественных началах. Не будет нарушением Хол-Ам-Моэд, если мы с вами поучимся. Да? Резонно? Хол-Ам-Моэд это еще и время общения с семьей. Но я не знаю, как в других страхах, а в Израиле вот те, кто с тобой оказался в одном помещении, да, они с тобой весь карантин. И ты уже успел с ними наобщаться. А те, которые попали в другое помещение, ты с ними все равно живьем пересечься не сможешь. Только через средство связи. Так, Хал-Лель, Хал-Лель, слово Ле-Хал-Лель прославлять, да, кстати, имя Гил-Лель тоже от этого корня. Хал-Лель это специальная подборка из Тегилим, слово Тегилим в Салмы имеет тот же корень, восхваление буквально. Хал-Лель это определенные тексты из Тегилим, которые читают в определенные дни в частности вот в дни праздника Песах. Мусав это дополнительная молитва, дополнительная молитва, а что она представляет, можно посмотреть в Сидуре, но она соответствует дополнительному жертвоприношению в Иерусалимском храме. Какой Мусав мы читаем, если есть у вас Сидур, вы можете по оглавлению найти Мусав Лешалош Регалим. Тот, кто учит иврит, но не знает еврейскую традицию, очень будет удивлен буквальным переводом этого выражения. Мусав это дополнение, Шалош это три, Регалим это буквально ноги, да, то есть дополнение к трем ногам. Что является дополнением к трем ногам, почему к трем, если у человека их по идее должно быть две, а у животного четыре, но, 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 здесь имеется ввиду другое значение слова Регалим, Регель это еще и праздник, который происходит как по-русски называют регулярно, то есть он приходит каждый год. Шалош Регалим это три праздника паломничества, когда Ба-Регель пешком, то есть ногой, шли в иерусалимский храм. Сама идея паломничества исходит из Торы. Все взрослое население мужское Израиля в те времена, когда был храм, должны были три раза в год на празднике Песах, Шавот и Сукот пешком идти в Иерусалим. Должно вам сказать, что Израиль страна маленькая, считалось, что не спеша, делая большие остановки, можно было дойти пешком из самых отдаленных мест Израиля до Иерусалима за семь дней. Семь дней это достаточное время для вот этого Рагеля. Ну, значит, в первые дни праздника надо было оставаться в Иерусалиме, а потом можно было идти пешком возвращаться обратно. так, значит, здесь я выписал вам еще одно выражение Биркат Коганим благословения священнослужителей. В Израиле принято, что в большинстве, скажем так, общины Израиля принято, что в утренней молитве каждого дня, практически каждого дня Коганим, если они есть в синагонии, выходит благословлять народ. Вне Израиля это делают только в праздничные дни. И существует такой хороший обычай, что те коины, которые могут и кому это интересно, значит, специально назначенный день, объявленный заранее, приходят к Котелю, к стене плача, чтобы участвовать в благословении народа коинами. Биркат Коганим такой общественный, когда коинов собирается иногда до нескольких сотен. Но, к сожалению, сейчас карантин Миньян собирается у Котеля в основном, значит, не в основном, а по правилам, из тех людей, которые живут поблизости, чтобы не допустить лишнего перемещения по городу людей. И сегодня утром я включил трансляцию прямую из Котеля был Биркат Коганим. Человек было ровно 10, насколько я мог видеть, может быть, чуть-чуть побольше, может быть, 12 максимум. Вот. Сколько из них было Коганим, я не знаю, но Коганим благословили народ. Вот такая произошла молитва, и я это видел. Значит, Биркат Коганим. Как он делается, это вы сами можете посмотреть. Значит, народное название это Духанем. Это, может быть, даже не иврит, а идиш, но слово Духан, слово Духан, это возвышение около Арон-Кодеш, около того места, где хранятся свитки Торы. Ну, еще одно слово, которое мы с вами встречали, Гавдала, это разделение, это церемония отделения святого от будничного, когда кончается суббота, вечером в субботу, после выхода звезд производится Авдала, и то же самое происходит на исходе праздника, на исходе праздничного дня. Мы делаем Авдалу, немножечко не так, чуть поменьше, чем в Шаббат. То есть, при переходе от Йомтов к Холомоед, и при окончании праздника, когда Йомтов в седьмой день праздника, или даже за границей восьмой день праздника заканчивается, тоже производится Авдала. Значит, благословение на зажигание свеч такое же практически, как в субботу, да, за исключением окончания в субботу мы говорим свечи, свечи субботы, праздник, мы говорим свечи праздника, но, кроме того, в это благословение входит еще и вот такая фраза, отдельное благословение. Женщины говорят о том, когда зажигают свечи на праздник, мужчины говорят его в ки-душе, посвящая первую трапезу йом-тон. Но обратите внимание, что в седьмой и, соответственно, восьмой день не говорят это благословение. Благословение это звучит так, Благословение Ты Всевышний Бог наш, Царь мира. А дальше идут вот такие слова и мы их чуть поподробнее разберем. Шеге Хаяну Векиману Вегигияну Вазман Азе Итак, слово Шеге Хаяну корень в нем Хай Хай это живой Хаим это жизнь Лихйот это жить но здесь это слово стоит в беньяне Гиф Иль в каузативном беньяне то есть не Лихйот а Леха Хайот делать так, чтобы другой жил давать жизни Леха Йот буквально оживлять кстати воскрешение мертвых Тхия Тхамитим тоже от слова Хай и Эхая оживление имеется ввиду определенные процедуры как искусственное дыхание массаж сердца да тоже от этого от этого корня значит ГХЕ это давать жизнь ШЕ это который а НУ это нас получается что это слово переводится несколькими словами русского языка который дал нам дожить который дал нам жизнь так дальше идет слово В КИИМАНУ корень здесь КУМ КУФ ЮД МЭМ ЛАКУМ вставать а ЛЕХАКИМ это поднимать или основывать организовать например организовать какое-то мероприятие ЛЕХАКИМ ГИКИМ это ГИФИЛ ДЕКИМАНУ это дал нам досуществовать так ВЕГИЯНУ ГИГИЯ это прибыть так ГИГИЯНУ это дал нам прибыть и привел нас значит получается буквально Севышний который дал нам дожить и поддерживал нас дал нам досуществовать и привел нас ЛАЗМАН ХАЗЕ ко времени этому ЗМАН это время ЗЕ этот ко времени этому благословение мы разобрали вот интересные интересные ссылки я вам подобрал по которым вы можете посмотреть очень важный ритуал отсчет Сферат Хаомер слово Сфера от слова Лис Пор то есть это как вы догадываетесь ПААЛЬ в ПААЛЬ Лис Пор означает отсчитывать считать так потому что тот же корень может означать в других беньянах другие действия а именно ЛЕСАПЕР рассказывать Сефер книга Сипур рассказ а также ЛЕСАПЕР означает стричь подстригать ЛЕСАПЕР это значит подстричься Сапар это рикмахер а Софер это писатель но в данном случае Сфера Сферат а Омер это отсчет дней по Омеру и вот давайте мы посмотрим так я взял этот текст нет я не взял этот текст ну собственно мы можем давайте сделаем так давайте открою ссылку которую вам приготовил так значит мы закончили со словарем я сейчас поставлю вам его на чат поскольку поскольку в телеграме хоть он тоже есть но но что-то я сюда добавил ну давайте хоть поставлю уже с дополнениями так вот вам обдала вот вам словарик есть есть так сейчас я вам дам ссылки ссылки вот они вот отсюда вот слова вот еще одна ссылка сейчас я вам попробую ну давайте я вот досюда вот вот эти несколько ссылок сейчас я поставлю вам поставлю вам в чат так есть так я надеюсь что открылось у меня что-то я не вижу да ну пока это открывается некоторое время это может занять значит сферата омер можно посмотреть сидуре можно найти и в интернете значит главная часть сферата омер это конечно благословение и сам собственно отчет от счет почему мы считаем дни как мы считаем каковы правила это все вы можете найти сами потому что моя задача только объяснить вам слова чтобы вы понимали что вы читаете в молитве нет к сожалению меня пока еще не загрузилось ну ладно некоторое время это возможно займет так вот но кроме значит самого благословения и провозглашения сегодня столько-то дней омера что составляет столько-то полных недель плюс столько-то дней например 33-й день омера который называется лакба омер мы говорим сегодня 33 дня что составляет 5 недель и 5 дней омера так помогу да 5 недель это 5 7 35 а извините 30 не-не-не я перепутал конечно 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 4 недели и 5 дней омера да 4 недели это 28 плюс 5 это будет 33 да вот кроме значит благословения и самого отчета мы говорим определенный текст который я хотел вам сейчас открыть вот он вот он место он есть ну что время к сожалению нас поджимает и я пожалуй этот текст не буду с вами разбирать тем более вы сами сможете его прочитать и найти перевод ничего сложного тут нет есть определенные слова которые я поставил в словарик вот хотя нет я даже не стал ставить его в словарь я хотел вам с вами разобрать другой текст текст который идет вот по этой ссылке сейчас я пожалуй поставлю вам все остальное все что осталось на чат не все влезло не все влезло сейчас я вам поставлю остальное просто в один раз это не влезает в чат за один раз так control c давайте сделаем так а вот последняя ссылка придется вставить ее в третий раз ну давайте вот так вот так получили текст который идет из толмуда вот его я хотел разобрать вот перевод его да вот слова которые я выписал вам из словаря а вот собственно текст давайте посмотрим давайте его почитаем текст без огласовок вот поэтому я его озвучиваю так амру сказали шнейм асар шнейм асар это 12 элеф тысяча 12 тысяч зугим мы сейчас в современном вилите говорим зугот и то и другое слово зуго зуго это пара 12 тысяч пар талмидим учеников гаю ло было у него у кого у него ле раби акива у раби акивы с именем раби акивы связана связана история которая случилась в извините в период между песах и шивоот и вот мы читаем о ней в талмуде вот здесь талмуд бавли масэхет евамот трактат талмуда называется евамот от слова и бум либератный брак страница самых бет самых бет это 62 вторая вторая страна лист 62 вторая страна 62 б как по-русски его обозначают так вот шнейм асар элер 12 тысяч пар почему не написать 24 тысячи потому что в парах изучают талмуд хеврута у раби акивы было столько учеников ми гив ад антипер антиперес антиперес сейчас я найду вам перевод да где перевод вот антифраз говорят что у раби акивы что были у раби акивы 12 тысяч пар учеников от гивата до антифраз то есть имеется ввиду по всей стране векулан как бы мы сейчас сказали кулан и все они мету умерли беферек хад в один промежуток времени мипней из-за того шелонегу что не вели себя кавод кавод это уважение то есть не относились с уважением зе базе один к другому один не уважал другого другого комментарий объясняет что здесь не идет речи о пренебрежении а всего лишь о том что каждый из них имел свое мнение в Торе и считал его единственно правильным и не прислушивался к мнению другого и мир стал опустошенным шамем вот оно потрясенный потрясенный пораженный да шмама это разорение так ад до ше ба что пришел раби Акива тот самый раби Акива который был их общим учителем то есть к нашим мудрецам ше бе даром даром это юг которые переместились из Иерусалима в южные районы страны именно там шла основная работа по составлению Талмуда Иерусалимского ве шан а это слово означает лимда и обучал их да и передал им свои знания обратите внимание что если бы не стояла вот эта точка над буквой шин можно было бы прочитать не дай бог это слово совершенно с другим смыслом если это не шин а син то получается слово син а ненависть она пишется именно через алиф так и здесь есть пояснение лимда обучил лагем и обучил их да кого их вот здесь причисляются пятеро главных его учеников раби Мейр раби Югда раби Йоси раби Шимон раби Шимон это никто иной как автор книги Зохар Шимон раби Шимон бар Юхай ве раби Элазар бен Шамуа вот этих пятерых называют Талмуд ве гем гем вот это выражение они они означает именно они они самые гем миду тора поставили восстановили тору о та ша в тот час то время тана кулам тана это означает учили кулам мету все они умерли имеется ввиду вот эти 12 тысяч учеников ми песах ад ацерет от песаха до ацерета словом ацерет Талмуд называет праздник шавуот мы слово ацерет используем несколько в другом значении шмини ацерет это как бы восьмой день праздника сукот но Талмуд имеет ввиду именно шавуот и то и другое название происходит от слова ацар задержаться зажигается табличка такая в автобусе если кто-то из пассажиров сигнализирует что на ближайшей остановке он должен выходить и поэтому обязательно там остановиться открыть двери так ацерет то есть день собрания день когда все задерживаются да амар раби хама бараба сказал вот этот товарищ все они умерли смертью плохой смерти ужасной какова она была сказал раби аскара мы в современном звучании называем эту болезнь дифтерия дифтерия не путайтесь дифтеритом страшная болезнь когда распухает горло и воздух не попадает в дыхательные пути все это не случайно почему была именно дифтерия почему именно в этот период и как именно они умирали потому что все это показывает что это был знак с небес ну сейчас не моя тема об этом говорить но скажу вам вкратце так есть два мнения по одному мнению эпидемия началась в Песах и длилась 33 дня 32 дня подряд и на 33 день она полностью прекратилась да поэтому 33 день считается как бы праздничным и такое полутраурное состояние свойственное для всего периода сферы сферотаомер вот оно снимается и постепенно сходит на нет начиная с этого дня но есть и другое мнение мне оно кажется более логичным что значит эта эпидемия бушевала только в те дни которые не имеют в себя дополнительной святости из 49 дней между Песахом и Шавод и исключаются сами дни Песаха три дня Рошходыш один Рошходыш длится два дня другой длится один день субботы так и последние дни перед Шавод когда уже можно например постричься и как раз этих дней получается 32 тогда чем же выделяется день который мы называем Лагба Омер 33 день отсчета Омера он отмечается как праздник как радостный день не в связи с эпидемией среди учеников Раби Акивы а потому что это день Гилула Йорцайт день годовщина смерти ухода из этого мира Раби Шимона Бар Йохай и в этот день он передал сокровенные тайны своим ученикам обо всем этом вы можете узнать дорогие товарищи смысл сферата Омер и что такое сферот и какие есть качества и какие есть их сочетания вы можете посмотреть по ссылкам которые я вам тут поставил я в общем-то и не планировал вам об этом рассказать вот но основное что я планировал да мы сегодня успели если чего-то если будут какие-то дополнительные вопросы пожалуйста задавайте и может быть на ближайших занятиях мы некоторое время там скажем по 10 по 15 минут вот будем выделять на продолжение этой темы потому что потому что вплоть до праздника шивот это еще и актуально ну вот мы сегодня заканчиваем наше занятие еще раз с праздником Песах сейчас идет холомоед а в среду и среду и четверг для вне Израиля это праздничный день который называется Швей Шель Песах седьмой день Песах Крият Ямсуфра сечения Красного моря о чем вы можете прочитать самостоятельно в Торе так еще вопросы сейчас посмотрю в чате я хотел только сказать технически посмотрите я вклеил в чат это линк в телеграме на группу по этому курсу так что скопируйтесь куда-нибудь себе присоединяйтесь очень хорошо никаких других обсуждений кроме как материалов этого курса там не ведется окей поэтому все приглашаются туда поучаствовать да вся самая уточненная информация по этим занятиям она и дополнительные материалы она там я стараюсь перед занятиями ставить материал в эту группу и заодно проверяю если есть какие-то вопросы я могу на них сразу ответить отвечаю там окей и ваши пожелания можете ставить туда что именно разбирать и как да можно вполне общаться тоже хорошо ну все тогда всем молодим восемь х одним узманим лесосон окей у нас пароль ответ часовые встречаются обмениваются всем счастливо здоровья самое главное надеюсь мы постепенно выходим из карантина такие есть молимся чтобы Всевышний прекратил пандемию да 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 Иерусалим разделен Иерусалим разделен на 4 дистриста квартала таких больших которые пусть попеременно перекрываются да 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 к сожалению рядом с нами квартал закрыли я правда еще не очень понял что это значит да да поскольку и так уже не разрешается удаляться от дома да и в общем-то необходимости нет окей мы в молодом им ходим в повязках но ходим всего наилучшего всем счастливо до свидания пока